День памяти и скорби 22 июня. Это годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день, летом 1941 года, началась самая кровопролитная и страшная война в истории. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года начался страшный отсчёт трагических и героических дней Великой Отечественной войны. Всего из Павлодарской области на фронт ушли 46 тысяч человек. Не вернулись в поле сражений 22 тысячи. О том, каким был день 22 июня для павлодарцев, рассказывают архивные документы. Воспоминания Николая Трофимовича Карандашова, он был участником войны, журналистом, работал в газете «Большевистский путь». И вот он в своих воспоминаниях, которые называются «Первый день войны», пишет. «День выдался тёплый, солнечный, с утра трудящийся Павлодара. И вместе с ними мы, работники газеты «Большевистский путь», с семьями, друзьями шли и ехали на городской пляж. Полдень из репродукторов раздались слова диктора. Вот так люди узнали о том, что началась война». О том печальном дне сохранились воспоминания Андрея Ларионовича Горкушина, почти 40 лет проработавшего диктором областного радио. 22 июня мы находились в редакции. Подошёл председатель Муратов, подал мне текст бумаги и сказал «Срочно в студию». Прочти, несколько раз. Я пробежал глазами текст и сел за микрофон, а из репродукторов полетели слова. «Дорогие павлодарцы, через несколько минут на Первомайской площади в клубах водников, железнодорожников, в городском саду и в Ленинском парке состоятся митинги трудящихся в связи с вероумным нападением Гитлеровской Германии на Советский Союз». Митинги прошли во всех 448 селах и поселках Павлодарской области. В архивах хранятся протоколы проводимых митингов и сходов граждан. Протокол митинга, который прошёл на Каряковском солепромысле 23 июня в 8 часов утра. И вот в этом протоколе написано следующее. Мы не должны впадать в панику, а наоборот работать ещё лучше и выполнять и перевыполнять все производственные планы, изучать военную технику. А если потребуется, в любую минуту, как один, выступить на защиту Советского Союза. Согласно документам, в первые дни войны 538 групповых и одиночных заявлений поступило от добровольцев военкоматы области с просьбой призвать на фронт. У меня в руках заявление Амарова Копея, которое написал Байнаульский райвоенкомат. Мой долг перед Родиной – защищать Родину. И прошу послать меня на фронт на борьбу с фашизмом. И прошу это сделать в очень короткий срок. О себе сообщаю. Я комсомольц. Год рождения – ты 922. Памятная дата 22 июня 1941 года – напоминание о том, как важны ценности мира, о том, что война – это всегда огромные человеческие потери и страдания. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертесакпарат.